Итак, всем привет, с вами ТубГ, мы продолжаем играть в DerbruderCringe за нашу Францию. И, кстати говоря, обратите внимание, тут написано Франция Барбонов, но у нас Наполеон 6. А Барбон это совсем другая династия, и вряд ли они у нас правят сейчас вместе с Наполеоном. Так что какие-то прикволы, наверное, в русификации, либо в самом моде, кто их знает. В любом случае, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же отправляемся на Австрию. Франция Барбонов практически все готовы, доделаем какие-то, наверное, мелочи и начнем войну. Поехали. Я выставляю авиацию, плотно, наверное, особо выставлять не надо. Что у нас вообще по топливу все-таки? Ну такое, в кубочках нормально из-за синтетики. Здесь затренируется все, но я думаю уже готово, давайте пополним организацию. Выставим, наверное, патруль. Там вторая русско-османская пошла, вал. Мы ставим патруль сюда и будем, в принципе, я думаю, готовы к войне. Время восстанавливает справедливость, которую сломанный мод нам не предоставил. И сразу же, наверное, добить войну всем вот этим вот барионеткам, иначе будут приколы. Да, примерно вот так, господи, как в этом моде много барионеток. Но в целом это не так плохо, если бы только фронты нормально ложились. И мы также, конечно же, призываем всех своих барионеток. Обнаружу, что здесь вот есть некоторые приколы, но я думаю, с этими рофлосами эти ребята сами пускай справляются. Здесь же у нас вроде как все прекрасно, но это было ожидаемо, потому что одновременно война идет и с Россией. Мы носим такой удар в спину, как говорится. Но кто не удар в спину, если нам всегда поворачивали только спину, да, как бы, ну... Если мы всегда видим только спину, то это уже и лицо. Верно? Ну, по крайней мере, в нашем понимании. Ну, и мы тут капитулируем одну барионетку за другой. В общем-то, ожидаемо. Это микробои тут, но... А, ну вот, да. Был бой все-таки. Давайте сделаем вот так. Я хотел, чтобы все рейдил. Он теперь точно все рейдит. Там уже в Китае какая-то война непонятная начинается, но нас это мало интересует. Вот меня интересует аннексировать Вестфалию. Было бы вообще неплохо. В Эксенбург мы можем аннексировать, а вот Вестфалию нет. Но я думаю, мы сейчас над этим поработаем. И остается всего мало часа Австрии. Весь этот огромный австрийский гигант оказался просто колоссом на глиняных ногах. Стреляем мы по ногам, и все строение, как говорится, рухнуло. Тут уже Будапешт тоже, ну, да. Все еще у них, видимо, все национальным, да, считается. Два миллиона потери, так понимаю, это еще от России, да, немало. Но и от нас тоже уже, тоже немало. Я думаю, можно сразу подготовить следующий фокус. Следующим мы своим действием будем торгаться в Британию. Поэтому можем сразу так и бы поделать. Но, кстати говоря, очень пауэр просел. Конечно же, это, с одной стороны, потеря, но, с другой стороны, это и гарнизоны. Чего я думаю, что стоило бы, наверное, гарнизонами заняться получше. Но у нас для этого нету военной полиции. Эх, как же плохо, когда нету ячейк исследований. Ну, как есть. Наверное, конференция и... Так, я полагаю, да, полагаю, что это был скриптованный мир. Вроде как. И у нас монпава освободился. Теперь все пополняется, отлично. Что осталось из живых, остался Китай. Живых, господи, вот то, что не мирят с Китаем всех подряд, это, конечно, грустно. Но, так и быть, ладно. Я его просто сам проигнорирую. А наша восточная граница теперь практически стабильная. Еще, наверное, Болгария только останется. Но все остальное точно наше. И вот здесь вот какие-то куски остались невнятные очень. Может, потом еще что-то с ними сделается, но, походу, уже совсем нет. Еще, я думаю, пора уже мобилизоваться побольше. В принципе, вот этот вот уровень еще нам дебафов реальных особо не дает. Вот, говорится, я капитулировал. Осталось совсем чуть-чуть. И в Европе, по-моему, больше уже никого не осталось. Только что-то в Африке. Чем пускай мои ребят сами разбираются. Ну и, господи, а вот здесь вот, кстати... Здесь вот у меня граница есть. И вообще про нее подумать бы стоило. Но мы успеваем. У нас здесь есть дивизии. Здесь территории какие-то успеем отбить, я думаю. В принципе. И можно, да, вот так и перейти самим нам. Да, при этом можно закинуть каких-то, пожалуй, истрепителей. И каких-то штурмовиков из тех, что заполнены. У нас таких немного, но такие есть. Их сюда все и отправим. И даже уже окружаем какие-то дивизии. Ну, да, вон, видите, вообще танковую дивизию переехали. Бывает же такое. Кабы у нас готовы. Можем начать подготовку. Кстати говоря, можно взять немножко фуксов на флот. Здесь есть полезный опыт, и здесь есть скидка на доктрину. Но, в принципе, это может пригодиться. Как и, кстати говоря, в верфи. Потому что нам чуть-чуть можно достроить еще флот. Вот, у нас еще не полностью охранение. Все готово. Чуть-чуть еще не хватает прикрытия. Сказали говоря, у нас есть два сверхтяжелых кинкорб. Моему, раньше я этого не отмечал. Но, вообще, да, такой есть. И, я думаю, можно их сделать посильнее. Можно, честно, знаете, подгрейдить все, что тут есть. Хотя, да, этого немного, объективно говоря. Тем не менее, наверное, суло нам бы исследовать. Господи, столько все хочется исследовать. А ящейки нету. Когда не будем улучшать. Так, теперь получилось вот такая вот районская конфедерация. Только очень некрасивая. Блин, территория странно поделились. Но, скорее всего, из-за того, что с Австрией у нас какие-то проблемки, да. И как-то, да. Получилось вот так. Кстати говоря, наши тут войска уже пошли на саму территорию Китая. А я и не против. Перебрасываем наши танковые и материнованные войска на запад. И будем сейчас готовить какие-то выставки. Зато вот генерал вроде как хорошо готовит выставки. Но, я думаю, примерно без разницы. Все равно мы будем чуть дольше это делать. У нас вот эта вот армия полностью свободная. Давайте этот генерал и получит честь, так сказать, первый свой опыт. Изготовить выставку в Британию. Очень важная миссия. Я думаю, он с ней может справиться. Вот таким вот образом классическим туда полетим. И, кажется, стоит немножко по флоту поработать. Но у нас здесь все должно быть, я думаю, отлично. Нашлот вроде как не должен уступать перстанскому вообще. О чем мы делаем новые легкие танки? К сожалению, все еще радио не очень. Всего вот этого не хватает по грейдам. Но то есть, то, как говорится, есть. Теперь можем на очень далекое будущее сразу подготовить нашу компанию в Россию. Потому что у Наполеона всегда была мечта. Исполнить мечту первого Наполеона. Ой, вот нам дают замириться. Все-таки. Давайте сразу что-то попробуем забрать. Я думаю, мы, скорее всего, по очкам будем очень впереди. Что все, кроме Китая, мы должны, наверное, я думаю, забирать. Очень сильно заходить можно было бы и Китая поотжимать. Но вообще уже вряд ли. В итоге Россия забрала вот эту провинцию. Правильно же? Да, и вот это вот чудо. Ну, допустим, хотят забирать, пускай забирают. Зато у нас почти что случайно получилась вот эта вот провинция. И мы, кстати говоря, можем делать КБ на Нидерланды. Давайте это тоже сделаем. Хотя в Войну Британии можем играть уже. Зато и мы для этого всю нашу авиацию сейчас. Это наша армия может возвращаться в Европу и ехать, готовиться на Восточный фронт к наступлению. Итак, все готово. Выстка готова. Поиска здесь на месте. Я думаю, пора начинать. Единственный наш лут не был как бы типа на месте. Но сейчас все и, как говорится, поменяем. И здесь тоже ставим ударное соединение. Получаем преимущество на море. Наша выстка отправляется. Наши танки. И наши матризованные дивизии. Тут, так сказать, доклада о том, что Дувр взят. Можно переправляться. Британцы заметили. Пытаются укрепиться. И как будто поздновато. Здесь перехватили они подлодками наши. Вот здесь вот. Но подлодками тоже их перехватили. Можно сделать вот так, чтобы точно наши эти дивизии не пробили. А, ну сейчас. Британские иди здесь сами оказываются окружены. Наши штурмельки просто огромное количество урона наносят. И в итоге мы успешно занимаем плацтером. Теперь осталось дело за малым. Куда переправляются танки. И моторизованные наши дивизии. Как они приедут и смогут какую-то линию закрепить за собой. Перейдут сразу же в наступление. Здесь пока бои происходят только с британскими какими-то подлодками. Другого ничего мы не находим. Я думаю, что нам вообще можно было бы тактически перевести на морские атаки. Если у них вообще есть какой-то морской урон. Но как будто есть. А, вот здесь вот. Мы видите, потопили очень много. Но, к сожалению, нам вместо этого решили показать вот такой вот рейд. Да, такой рейд, конечно, важнее, чем потеря британцами всего своего флота. Ладно, не всего, но плохой чаще, по ощущениям. Вот, мы смогли это посмотреть. Да, почти ни что не ушло. Но это не весь флот. Мне хочется еще дальше его добить. Здесь мы снабжение плацта подключили. У нас жестко рейдят. Я думаю, постепенно мы сейчас выбьем у них все подлодки и сможем уверенно дальше перейти вперед. А еще можно начать с удара по логистике британцам закидывать, чтобы им жизнь, счастье, мне казалось. И тут, да, потери по авиации отличные. Надо только чуть-чуть по морю тут поувереннее себя почувствовать. Но, в целом, мы уже себя чувствуем уверенно. Я даже еще переключу, наверное, здесь приказ своего патрулирования. Вот в этом районе, я думаю, мы сможем этот флот сейчас найти. Да, перехватить на отступление. Не успевают британцы отступить. Стеряют очень много больших кораблей. Малых. Мы тоже сейчас перенесем некоторые потери. И мы успеваем еще раз их перехватить прямо перед портом уже. Ну, блин, здесь и даже здесь верно их авианосцы успевают уйти. Но оставляют они за собой очень малой, очень немалой флот, точнее. И да, мы добиваем еще чуть-чуть. Будет неловко, если мы сейчас вот здесь вот выбьем плот из порта и заставим его снова в сражение войти. Будет неловко. Для британцев, но не для нас. И да, вот они, по-моему, и... Давайте вот на ремонт отправим, чтобы не задамажилось. Вот это и оно. Мы теперь контролируем полностью пролив. Я и в дуре каким-то образом появилась дивизия. Тем не менее, пролив мы точно держим. Это еще непонятные, невнятные дивизии пытаются высаживаться. Но наши подлодки вроде как по ним работают. И этот лот должен вроде как прикрывать. Ну, да, примерно. Можем самые задамаженные корабли отправить на починку. Я думаю, это будет нормальной идеей. Я даже сделал то, что я обычно не люблю делать автоматическое деление. Включу. Не люблю это делать, потому что вы не хотите, чтобы ваш флот разделялся во время каких-то боев. Но так как по факту уже нам воевать особо не с кем, наверное, ничего страшного происходить не должно. И да, флот получил существенный урон. Я вам скажу. Но я думаю, по сравнению с британским уроном, потеряющийся флот, наш урон в принципе несущественный. Полученный. И теперь мы просто дрейдим всю Британию. Поздарм здесь прекрасный готов. Сейчас получим как нормальные коробки. Перейдем наступление. Ой, у нас все говорят, оказывается, у Британии Индия-то еще имеется. И чуть про нее не забыл. И тут тоже территория. Но благо я никого не призвал в эту войну, так что мы здесь и закончим эту войну. А, ну, кстати говоря, теперь мы точно имеем господство над каналом. Можем вот эту кнопочку тоже приятную нажать. Получить немножко серфея и опыта. Ну, конечно, уже неинтересно, но лишнее. Ну и вот теперь давайте-ка наступление. Только я, походу, да, немножко приказа не сделал всем. Поэтому у меня есть часть войска без планирования. Это меня, несомненно, расстраивает. Тем не менее, самое главное, что танковые и моторизованные дивизии с ним. Можно сильно не волноваться. И самое главное еще, что авиация наша тоже работает, так что это прекрасно. Кстати, наши даже легкие танки имеют щиток против бота, что тоже очень приятно. И вот она Англия капитулировала. Продошел скриптовый мир. И в саму Англию мы все под контроль взяли. Уэллис, Ирландия и Шотландия стали нашими марионетками. Продолжается ли война? Нет. Раш мы тоже все. Ой, прекрасно. Все колонии нам отошли. И Египет стал независимым. У нас это более чем устроит. Остается лишь восток. У нас сервис, кстати говоря, выбор. Вторая Нормандия. Получить сексесс. Это, я так понимаю, вот эти территории. А. У нас все-таки выделилось марионетка. Окей. Получить их территория. Либо дать коллаборационистам разбираться. Я думаю, лучше коллаборационисты будут разбираться. Потому что, наверное, вот эти дебафы я бы не хотел иметь. А там уже останется наполеонская сфера держава. Вообще, почти никакие бафы не дают, но лучше, чем ничего. Ну и что, готовим финальное наступление. Тут есть и здесь территории, с которыми нам нужно будет, скажем так, поработать. И вот сюда тоже стоит и выставить. Так, в итоге, было смешным образом, но нет, нормально. Хотя, в целом, конечно же, основной фронт будет здесь. И да, Голландия. Здорово. Просто здравствуй, просто как дела. Занимаемся Голландией тоже. Только стоит авиацию перебросить, ну так, на всякие. И без проблем мы, конечно же, в такую небольшую страну захватываем. И да, скриптовый мир, а не скриптово нам съелись. Как я понимаю, нет, не совсем. Уявилась марионетка. Окей, меня это тоже устроит. И, кстати говоря, у них есть КБ против нас. Или это... Нет, окей, это у нас против них. У них вот тут мог быть КБ против нас, но пока они этого не сделали. Хотя могут Алжир взорвать. Но мы этого не дадим им сделать. Ну что, я распределяю авиацию. Блок у нас примерно так уже распределен. Вот это только я, пожалуй, переброшу, наверное, на юг. Я не думаю, что у нас где-то еще будут какие-то, скажем так, бои возможные. Ну, тут в теории, но вряд ли. Авиация вся есть, армия есть. Мы готовы нападать. Но нападать, конечно же, уже в следующей серии. Так что, ребята, с вами был Докэй. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твизи, эскорды. Ребята, как обычно, до скорых встреч. Пока.